Привет всем! Вы спрашиваете, на какой машине проще всего начать мокрое торкетирование? Хороший вопрос и на него надо ответить. Конечно, лучше всего обладать какими-то азами, а лучше еще опытом работы, чтобы было проще вам определиться, на чем вы будете работать. Многие, конечно, ожидают, что я сейчас скажу, что Гранд 75 я буду советовать. Нет, я не буду советовать. Я посоветовал вам другую машину. Эта машина Капа 3000 или же Путсмастер П13. Ух ты! Почему не Гранд 75? Увы, на этой машине уже надо работать профессионально и надо точно подбирать растворы. Эта машина очень чувствительна к качеству растворов. И стоит сделать маленькую ошибочку, вы уже ее не исправите, будут целые проблемы. Увы, данная машина дает давление всего лишь до 30 бар и имеет ограничения в производительности, ну, будем честно говорить, 3,6 куба. Да, на ней можно делать, но надо осторожно. Итак, мы все-таки говорим о Капе 3000 или П13. Верхний бункер на 170 литров приготовления раствора, нижний на 200 литров готового раствора. То есть машина сама и готовит, сама и подает. Это уже очень большой плюс. Здоровенным преимуществом является поршневая подача. И эта поршневая подача позволяет нормально, хорошо работать при давлении 40 бар на подаче. Производительность машины позволяет уверенно использовать компрессор с производительностью 5 метров кубических и получать идеальную хорошую поверхность, до которой заказчик не сможет докопаться. Машинники только позвонили, поспрашивали год. Не дал. Есть ли минусы у этих станций? Безусловно, минусы есть. П13 и Капа 3000 это скакуны. Это мустанги, которых нужно объездить. Но если вы их объездили, вы сможете штукатурить, полы заливать, торкетировать, делать инъекции, просто сдавать в аренду. Преимущество этих машин куча. Эта машина очень быстро отбивается и очень хорошо работает. Ну и напоследок, хочу вам показать видеоролик, где мы выполняли работы на такой станции. Результат получился вот такой. Кстати, в ближайшее время мы такую машину покажем на выставке в Краснодаре. Ее можно будет прийти, потрогать своими руками, запустить. Будет интересно. Итак, видеоролик поехал. Подписывайтесь на наш канал, звоните, если есть вопросы. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...